Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песною гуслих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрагайся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжаем изучать псалтирь и будем сегодня с вами разбирать 49-й псалом. 49-й псалом, как и прочие псалмы, имеет надписание. Псалом Асафо, то есть одному из тех, который руководит псалмопевцами. И, естественно, этот псалом перекликается с прежним псалом, 48-м псаломом, и он также говорит о последних временах и о той ответственности, которую каждый человек несет перед Господом и о том суде, перед которым он перестанет и будет отвечать за свою прошедшую жизнь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от востока солнца до запад. Бог богов, Господь глагола. Бог говорит богов. Каких богов, опять-таки, здесь мы должны с вами четко понимать, что богами здесь называются люди. Люди, которые праведные, люди, которые идут за Богом. И в то же время те начальствующие, которые возглавляют суды, которые правят народом и которые прислушиваются к Слову Божию, исполняя закон Божий. И поэтому Бог богов, Господь, глагола, то есть Господь обращается к людям «и призва землю от востока солнца до запад». Кому же обращается Бог? Обращается Бог ко всем людям, живущим на земле. Когда говорится «от востока солнца до запада», то есть этим самым показано, что Господь объемлет всю землю и обращается ко всем живущим на земле. «От Сиона благолепия, красоты Его». Но, конечно же, когда говорится о Сионе благолепия, красоты Его, конечно, здесь говорится о духовной красоте, и о Сионе вообще как о месте, где Господь принимает особое служение, где построен дом Бога Живаго. Иерусалим, Сион — это всё синонимы того места благодатного, а в Ветхом Завете самое благодатное место там, где был Иерусалимский храм, и как храм место пребывания живого Бога. Но в то же время от Сиона благолепия, красоты Его. О какой же красоте ещё здесь говорится? Конечно, мы всегда говорим, что псалмопевец Давид, он не просто делится некими впечатлениями, он пророк, он пророчествует о будущих временах, и, конечно, он здесь пророчествует и о христианской церкви, которая будет распространена по всей земле, потому что христианская церковь, она также является местом пребывания живого Бога. «Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит, огонь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна». Опять-таки мы, если говорим «Бог яви приидет», здесь псалмопевец Давид говорит о пришествии Христа Спасителя на землю. Он яви пришёл, но в то же время это его пришествие, оно и является тайным, и первое пришествие его тайным, потому что оно было сокрыто от человека, сокрыто и от врага рода человеческого, который не смог узнать, «Ты ли, если Сын Божий?» – он вопрошает его. «Если Сын Божий, то сделай то-то, то-то». То есть для него тоже было сокрыто явление. А вот второе пришествие Христова, оно будет явным. «Бог яви приидет», то есть явным образом придёт Бог. Бог наш и не примолчит, потому что Он Бог наш. Он не примолчит. Каким образом будет Его явление? Его явление будет действительно явным для всех. Все народы Земли, все концы Земли, вся Вселенная увидит нашего Бога. «Как молния явится Господь, от одного края до другого края будет явным и видимым Его пришествие. Огонь перед Ним возгорится, и окрест Его буря сельна». То есть как невозможно пройти мимо буря, её невозможно не увидеть, так и невозможно будет не увидеть явление Господне, Его пришествие, второе пришествие. Как гром, как молния, как сотрясание воздуха, всё это привлекает внимание человека, как сотрясание самой Земли привлекает внимание человека. И человек всегда реагирует на это. Так и будет явным такое пришествие Христова. Не будет ни одного человека, который не увидит Христа, пришедшего на Землю. «Призовёт небо свыше и землю, рассудите люди своя, чтобы обличить людей и явить суд над ними. Господь призовёт небо свыше и землю». То есть здесь святые отцы немного расходятся, или как бы друг друга дополняя в толковании этого места священного Писания. То есть Господь призовёт и праведников, и грешников, Он призовёт во свидетельство, чтобы осудить людей небо и землю. То есть ничто не будет, возможно, утаить от Бога. Но всё будет явным, и всё будет свидетельствовать о жизни человека, о его добрых делах и о его неправде, которую он совершит на Земле. Помните, что в Священном Писании говорится, если человек умолчит, то камни возопьют о делах Божьих. Также и о делах человеческих будут даже говорить неодушевлённые предметы. Они будут свидетельствовать о тех добрых делах, которые человек совершил. Поэтому поводу в церкви есть много различных иносказаний, когда даже положенный кирпич в здании церковное будет свидетельствовать о добрых делах человека, или кирпич положенный в здании церковное за какого-то человека, также будут свидетельствовать о молитве за этого человека, И за то доброе дело, которое было сделано во имя его. Вот почему есть, например, традиция, которую мы начинаем понимать в церкви, как именной кирпичик, вложенный в здание церковное или в ограду церковную, и на котором пишется имя человека, во имя кого влагается этот кирпич или этот камень. И эти камни будут свидетельствовать, или помытая стена в церкви. Есть такое предание о том, что человек некий совершил доброе дело и убирался в церкви, мыл церковные стены, мыл пол и пол, и стены церковные свидетельствовали о том добром деле, который человек совершил во имя Господа и во имя спасения собственной души. То есть все то, что доброе совершает человек, и то, что злое он творит, все это впитывает в себя мир неодушевленный, мир вещественный, и он также будет свидетельствовать на страшном суде о нашей жизни, о наших делах, и ничто не будет утаено от Господа. Поэтому и Господь, чтобы правильно обличить человека, рассудить его, усудить его, он призовет небо свыше и землю. Ну и здесь и святые отцы, конечно, говорят, что если небо и землю, говорится о небе, что ангелы Божии также будут свидетельствовать о жизни нашей ангелы-хранители, которые неотступно пребывают с нами, и они будут свидетельствовать о жизни человека и о всех его делах, которые он совершил в течение всей своей жизни. «Соберите ему праведное его, завещевающий завет его о жертвах, и возвестят на небеса правду его, якоб Бог судья есть. Соберите ему преподобное его». Кого же называется здесь преподобными Господь? Господь называет преподобными тех праведных людей, которые уподоблялись во всем Богу, которые жили и исполняли закон Божий, завещевающий завет его о жертвах, то есть которые выполняли завет Бога о жертвах и поступали так, как предписывалось законом. Если мы говорим, что этот псалом больше говорит о иудеях, о жизни иудей, то, естественно, мы, конечно же, должны четко понимать, что для них было свято. А свято для них было исполнение закона, а закон предписывал приносить жертвы. Если ты жертвы не приносишь, то никакой праведности и никаком преподобстве не следует говорить. Но вот, ежели ты исполняешь все это, то, конечно, ты уподобляешься Богу. «И возвестят в небеса правду его, якоб Бог судья есть». Почему небеса возвестят правду? Да потому что Бог судья есть. Бог имеет право судить человека. Все во власти Бога. Он творец и создатель, и ему подчиняется вся вселенная. Он может изменить законы. Он спрашивает за исполнение закона. Если он судья, то мы должны сказать Богу о своей жизни. Ну и, конечно же, мы через все это посвящаемся Богу. И если мы посвящены Богу, значит, мы должны жить согласно тех обетов, которые мы даем. «Услышите, люди мои, и возглаголю вам, и Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть в аз». Здесь Бог обращается к людям. «Услышите, люди мои, и возглаголю вам». Что значит, опять-таки, мы и в предыдущем псалме говорили. Очень важно, и Господь всегда обращает внимание, чтобы каждый слышал Бога. Не всякий, имеющий уши, да слышит. И Бог не случайно обращается к людям. «Услышите, люди мои». То есть не просто послушайте и пропустите эту фразу мимо себя, мимо своего сознания. А именно мы должны услышать. То есть каждое слово, которое говорится, мы должны принимать. Потому что к нам обращается не кто-нибудь, а Бог, который является Творцом и Создателем. «Услышите, люди мои, и подчеркивает, что вы, люди мои, я не просто обращаюсь к тем, которые не познали меня. Я не обращаюсь к тем, кто является язычниками, которые являются неверными, которые несут скверну в эту жизнь. Но я обращаюсь к людям моим». В данном случае, если Бог обращается через пророка Давида уже к сегодняшнее время, то Он обращается к каждому из нас. А кто является людьми Божьими, те, кто прошли, и те, кто приняли Таинство Крещения, мы являемся людьми Божьими. И поэтому к нам обращается Господь. И Он что-то хочет нам сказать важное. И мы должны внимать этому слову, мы должны обращать внимание на те слова, которые Господь нам будет сейчас говорить. «И возглаголю вам». Кому возглаголю? Израилю. Естественно, Господь очень четко подчеркивает псалмопевца Давиду. «Если люди, то люди кто? Израиль. Вот кто люди мои. И засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть аз. Никто-нибудь к тебе обращается. Почему ты должен обратить особое внимание? Почему ты должен напрячь слух свой? Почему ты должен внимать? Потому что ты народ мой, ты Израиль мой, а я Бог твой, я творец, я создатель, я тот, кто благодею тебе в течение всей жизни. Я помогаю тебе, я выводил тебя из плена, я спасал тебя из рук вражьих, избавлял тебя от работы рабской. Я благодею тебя и на частном уровне, и лично каждому посылаю тебе милость и прощаю тебе грехи твои. Я Бог твой. Поэтому я сейчас буду говорить, а ты на это обрати внимание, как мое творение, потому что говорит тебе сам Творец. «Не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение же твоя предо мной и суть выну». То есть, о чем Господь хочет говорить? Я буду говорить не о жертвах. Да, жертвы нужны Богу, и ты приносишь их, ты все делаешь по закону, ты все делаешь правильно. Эти жертвы всесожжения, они действительно возгораются предо мной, и я их вижу. Но неважность в этом заключена. А в чем заключена важность? «Не приму от дома твоего тельцов ниже от стад твоих козлов». Господь говорит, что и язычники приносят жертву холодным сердцем, без какого-то внимания, без работы над собой. Мне не нужно такое исполнение внешнего закона. Я не приму от твоего дома именно такой жертвы, потому что жертва, она должна приноситься, но она должна приноситься не таким образом. И Бог-то дает ветхозаветному человеку приношение жертвы не ради того, что она нужна Богу, а ради того, чтобы человек не забывал Бога, чтобы он шел внешне, конвой, но прилагал к этому большее усердие, то есть продолжал дальше совершенствоваться. Это как та молитва, которая совершается нами. Если она совершается внешне, то она не принимается Богу. «Устами чтут меня, — говорит Господь в Новом Завете, — а сердце далече отстоит от меня». То есть с вот этой вот внешней жертвой должно и прилагаться внутренние работы каждого, кто верит в истинного Бога, кто почитает Его. Он должен стремиться и исполнять закон Его, но исполнять Его во всей правде, в чистоте, прилагая, конечно, всяческие усилия. «Яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и в олове, познах вся птица небесная, и красота сильная со мною есть». Все, говорит Господь мое. Вы думаете, что я этим питаюсь, вы мне приносите эти жертвы? Да нет, я Господин, я Творец, я Создатель этого мира. И все то, что вы мне приносите, я и сам могу это взять. Все мне принадлежит, то, что вы мне приносите в жертву. Надо сказать, что ветхозаветный человек приносил в жертву Богу, конечно же, скотов. От скотов – это овец, козлов, тельцов. Также приносил птицы небесные, горлица, как мы знаем. И красота сильная со мной есть. Это также те плоды, которые созревают на поле. Это и елей приносили, конечно же, в жертву Богу и выжигали его. И поэтому Господь перечислил все то, что вы приносите мне в жертву. Не думайте, что я этим питаюсь. Все и так принадлежит мне. И дальше он об этом говорит. «Ащи взалчу, не реку тебе, моя бы есть вселенная, исполнение я. Еда я мясо юнча, или кровь козлов пью». То есть Господь говорит, если бы я взалкал, я бы не буду говорить тебе, потому что все мое есть, вся моя вселенная, все исполнение я, все, что здесь, вот на этой земле, все мне принадлежит. И я в любой момент возьму себе. Но, конечно же, ветхозаветные жертвы – прообраз единой жертвы. Это Пасхи наши, когда Господь уже сам себя приносит в жертву. Поэтому жертва сохраняется и до конца Ветхого Завета. Господь не упраздняет ее в виде соблазна и искушения, в виде перекос даже ветхозаветного человека только в одну единую сторону, что он исполняет внешний закон, но духовно не возрастает. Господь все равно не отменяет ее, но большего хочет от человека. И через своего пророка Давида говорит о том, не думайте об этом, не ищите внешней жертвы, не думайте, что я питаюсь этим. Я, Господин, Вселенной. И все в этом мире принадлежит мне. Пожри Богу и жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови мя в день скорби Твоя, и измутя, и прославишь мя. То есть что такое пожри Богу жертву хвалы? То есть Богу что нужно? Богу нужно, конечно же, прославление Его, нужно служение Богу, прославляется Бог через наши дела, через наши поступки. Вот что необходимо Богу. И нужна Вышнему молитва Твоя. То есть должна быть сугубо усердная молитва. Святые Отцы говорят, что под молитвой здесь принимается не только сама по себе молитва, как общение с Богом, но под молитвой поднимаются еще и те добрые дела, которые человек должен творить. Потому что молитва это и есть, и то добро, которое мы несем в жизнь. Тогда мы прославляем Бога, тогда мы людям открываем Бога, тогда мы начинаемся в полноте истине и правде общаться с Богом, когда мы совершаем добрые дела. Но и само служение, оно должно быть служением истинным, оно должно быть служением глубоким. И только в полноте служения Богу мы получаем оправдание. И это полнота служения через добрые дела, через словословие, через хваление, через благодарение, которое мы высылаем истинному Богу. И это служение, оно должно быть истинному Богу. А кто есть Бог? Как имя Бога? Какому Богу мы должны служить? И вот здесь вот Псалом Певец Давид пророчествует о Святой Троице. Смотрите, он как говорит. «Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови мя в день скорби Твоя, и зиму Тя, и прославиши мя». Вот смотрите. «Пожри Богови, то есть послужи Богу Отцу, и вождясь Вышнему молитвы Твоя, воздасть Богу Сыну молитвы Твоя, и призови мя, призови Духа Святаго в день скорби Твоя, и зиму Тя, и прославиши мя». Вот так здесь раскрывается глубочайший смысл служения Святой Троице. И Бог, конечно, всегда явит тебе помощь и никогда не оставит тебя. И ты всегда можешь служить и прославлять Бога, тогда, когда ты истинно почитаешь Его. «Грешнику же речи Бог скую ты поведаешь и оправдание Твое, и восприемлишь и завет Мой усты Твоими». Действительно, Господь грешнику говорит, «Почему ты устами только чтёшь меня, но на самом деле говоришь одно, а поступаешь по-другому? Только внешне почитаешь меня, а внутренне никак не служишь мне. Одно говоришь, а другое делаешь». Здесь, конечно, обличение и книжников, и фарисеев, которые говорили одно, а жили совершенно другой жизнью. И Господь осуждает всё это и предупреждает, чтобы мы никогда не впадали вот в такой грех неправды. Потому что Господь даже осудил какое-то малое слово фарисея, которое указал на мотаря. Никогда не нужно указывать на человека, который совершает какой-то, может, грех и какую-то неправду. «Ты же возненавидел, если наказание, и отверг, если словеса моя спять». Что значит «наказание возненавидел»? То есть наказ, то, что Господь дал, это изучение и исполнение закона Божьего. Одно дело, ты приносишь жертву мне, но другое дело, ты должен всячески стремиться исполнить закон, который я дал тебе. И в этом заключается смысл твоего служения. «Ащи видел еси татя, теклеси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси». Здесь Господь как бы не обличает человека, который сам совершает воровство, и сам совершает прелюбодеяние. То есть ведет неподобную жизнь, которую он должен вести. Но если даже ты видел и не обличил такого человека, не остановил такого человека, а промолчал тем самым, вместе с ним, значит, совершаешь вот этот грех. Здесь святые отцы говорят и о новозаветном времени, и о том, что мы всячески должны стремиться все-таки исполнять закон Божий сами, но и в то же время останавливать человека, который совершает грех. То есть не утаивать его перед духовником, перед священником, как бы указывая, чтобы человека остановили перед тем, как он принесет жертву и служение Бога. Уста твоя умножишься злобы, и язык твой сплетающийся лечения. То есть, конечно, уста твоя умножишься всякой льсти, всякой неправды. И язык твой тоже говорит «Всякое лукавство и всякую неправду. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн». Вот здесь, конечно, псалмопевец Давид очень четко говорит о том, чтобы каждый из нас не смеялся над грехом брата и не разглашал его, потому что каждый из нас несет ответственность за сказанное слово, но и в то же время разглашение греха другого может причинить ему духовное поражение, а не исправление. Здесь каждый должен заботиться о себе больше, нежели заботиться о том, чтобы разглашать грех брата своего. «Сие сотворил еси и умолчах, воздепщивал еси беззаконие, якобуду тебе подобен, обличу тебя и представлю предлицем твоим грехи, твоя». Господь, хотя вот здесь вот в этих словах очень хорошо говорит, что возненавидел беззаконие, и он до поры, видя, что человек согрешает, Господь молчит, он не говорит о грехах, но ждет, когда человек принесет исправление. И не потому, что он не видит, не потому, что он не хочет подчеркнуть грех человеческий, но ждет, когда человек сам исправится, сам поймет свой грех и отойдет от своего пути. «Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя». То есть Господь все равно, даже если человек грешит, он заботится о нем, он стремится, чтобы он пришел в покаяние, чтобы он исправился, чтобы враг его не похитил, чтобы не погубил, чтобы не было у него невозможного принести покаяние. Поэтому Бог даже и о грешном человеке заботится и стремится, чтобы он, конечно же, принес покаяние. «Жертва хвалы прославить, и тама путь, им же явлю ему, спасение мое». Но здесь, конечно, больше говорится о том, что Господь принимает всякую жертву от человека, ну, жертву внутреннюю, духовную, и эта жертва должна быть связана с сокрушением и смирением его духа. «Жертва хвалы прославит мя». Все-таки о какой же жертве хвалы, говорит Господь? Конечно, жертва хвалы, здесь говорится о той единой жертве, которую Господь наш Иисус Христос принес за весь мир и за все человечество. «И тама путь, им же явлю ему, спасение мое». И в этой жертве заключается путь всякого человека, который живет сегодня, и кто приемлет эту жертву, и кто соединяется с ней, тот, конечно, получает спасение, и тот будет прославлен во все веки. Удивительный и замечательный Псалом, дорогие братья и сестры, он очень сильно наполняет нам, дарит нам духовную бодрость, конечно же, и говорит о нашей ответственности за нашу жизнь, и чтобы мы в свое служение Бога не принимали внешнее, потому что для Бога не важно внешнее служение, для Бога самое важное – это наша внутренняя жизнь, наше сокрушенное и смиренное сердце. Сегодня мы прощаемся с вами. До новых встреч. И, конечно же, дальше мы с вами будем продолжать изучать Псалтырь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...